Всем доброго утречка! С вами Одесситка из Швейцарии и мадам Брушкина по вашим заказам. Как видите, она уже утеплилась, потому что у нас снежок выпал. И, конечно же, маленьким собачонкам, особенно йоркширским терьером, им нужно одеваться, потому что у них волосы как шелк и нет под пушком. Поэтому они всегда дрожат, им всегда холодно. Всё, идём гулять, моя красавица. Пошли. Сегодня у меня будет сборный влог и пройдёт мой первый урок по французскому языку. Поделюсь с вами впечатлениями. Но для начала схожу, поработаю и нужно будет купить себе тетрадку, книжечку, чтобы записывать туда занятия. Я как истинный ботан-отличник, когда я учусь, у меня всегда пенал, разноцветные ручки, карандаши. Всё должно быть идеально. Выделяю всё цветами. У вас тоже так, скажите. Вот это у меня ещё со школы. Если я что-то где-то криво написала, я дома переписывала, вырывала лист и переписывала, чтобы было всё чисто и аккуратно. Ну и заодно покажу вам наш городок, когда выпал снежок. Салатурн. Прогуляемся сегодня с вами. Интересная эта тема. Поехали вместе со мной. Кстати, одна женщина мне написала, что она была в этом замке. Снаружи он красивый, а внутри он её не впечатлил. Это всё потому, что вы не были внутри с гидом. Я попала два раза на экскурсию, и там очень подробно рассказывают историю этого замка. Кто там жил, кто там живёт сейчас. И, конечно, когда вас водят по каждой комнате, и это всё ещё подробно рассказывают про сам стиль барокко, который предполагал для многих семей, которые хотят показаться, что они крутые и богатые. Когда люди делали фальшивые колонны, нарисованные, 3D уже рисунки применялись, чтобы увеличить пространство, высоту потолков. То есть тогда вы начинаете лучше понимать именно эту эпоху и сам этот замок. Поэтому сходите обязательно. Там очень классно свадьбы отмечают, фуршеты проводят. Ну и плюс концерты симфонические проходят там тоже несколько раз в году. Если вам интересно, посмотрите сюжет про замок Велдек. Он у меня есть на канале, где я внутри снимала и рассказывала историю этого замка. У вас будет совершенно другое впечатление. Значит, кто меня спрашивал по цене, занятие с моим учителем стоит 75 евро за неделю. Мы договорились, что это будет один раз занятие, и два раза он будет высылать домашнее задание, которое он будет проверять. То есть я его буду уже самостоятельно выполнять, наговаривать ему аудио, чтобы он слышал про изношение. Не знаю, как это всё получится. В любом случае, я уже заплатила ему за месяц вперёд. Только с предоплатой он начинает занятие. Вот. Поэтому сегодня расскажу вам, как прошёл первый урок. Какие вообще мне впечатления. Потому что так, честно говоря, брать кота в мешке и не знай, какая у него метода, подойдёт она мне или нет. Кстати, красавица моя всё ещё немножко прихрамывает. И когда я её сегодня одевала, она взвизгнула. Потому что лапку, да, ей тоже ещё неудобно этой лапкой пользоваться. Нельзя сказать, что она у неё просто перестала болеть. Всё равно, видимо, эта травма, так она у неё и будет. Не может срастись разорванное сухожилие просто так. Ну, а мы с вами зайдём в папетери. Так называется констовары. Магазин, где можно купить всё. От упаковки подарков до открыток, книжек и школьных принадлежностей. Кто меня спрашивал, где покупать агенду, это ежедневник на следующий год. Опять-таки в этих магазинах. Сейчас посмотрим, что тут осталось. Субтитры подогнал «Симон» 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 этого урока, он мне объяснил, как отрицание производится, как вопрос задавать, что я должна просто, допустим, предложение с вопросительным тоном задать, да, то есть мне не надо учить грамматику, мне не надо знать, как это пишется, я должна просто, вот человек сказал, меня зовут там Антон, а я говорю, тебя зовут Антон, ну это что, разговорный язык, это язык идиота, который все время, все равно ты хочешь что-то другое спросить, да, допустим, вот, вот эти моменты он, значит, со мной проработал, урок закончился, и тут он мне после урока высылает домашнее задание, боже мой, и это было пять предложений, ну, то есть мне это мало, это вообще ни о чем, да, то есть, опять-таки, он там по-английски написал какое-то там выражение, да, допустим, как твои дела, и мне надо было по-французски написать, или там, допустим, он пишет по-французски как тебе зовут, мне надо было по-французски ответить, вот, и потом мне надо было прослушать еще раз аудиофайл, который мы начали слушать на уроке, и повторить, чтобы он услышал мое произношение, то есть, опять-таки, только на слух, без каких-либо букв, вот, я человек, который подходит к этому моменту очень-очень ответственно, и всегда, когда я начинала учить любой язык, он начинался с алфавита, я понимаю, что он хочет, чтобы я разговорный язык подтянула, но он не учитывает того, что я вообще ноль, да, в этом языке, ладно, когда у тебя есть основы итальянского, испанского, ты слышишь схожие слова, и понимаешь, что по-французски это, в принципе, означает то же самое, только говорится иначе, это совершенно другой подход, да, понятно, когда я слышу тротуар, да, я знаю, что это тротуар, это во всех языках одинаково, я знаю, что такое merci, pardon, bonjour и так далее, но я хочу правильно изначально говорить, вот, короче говоря, я пошла в Келлер, хорошо, что я не выбрасывала, специально отложила французские учебники, думаю, мало ли, может быть, когда-то там понадобится, плюс Влад купил эти карточки, как вы помните, когда он в армии служил во французской части, точно так же он на слух там ничего не научился, пока нет у тебя базы, пока нет у тебя теории, да, то есть он говорил по-немецки, они с ним по-французски, они понимают друг друга, да, потому что учили в школе этот язык, они просто не хотят говорить, и поэтому толку от вот этого на слух никакого нет. Села, я законспектировала, начала с того, что сделала себе вот алфавит, какие звуки читаются, какие не читаются, и вот видите то, что я вам говорила, я вот так вот конспекты веду, у меня все должно быть выделено цветами, вот, то есть сегодня на уроке, да, мы с ним выучили личные местоимения и просклоняли один глагол, но он уже при этом мне не объяснил, что глаголы есть трех видов, да, что есть глаголы обычные, которых большинство есть, исключения, вот, и какие правила склонения, то есть он просто взял какой-то самый-самый обычный глагол, даже не тот, который нужно запомнить, вот, и вот уже я сама, это вот результаты моей работы, то, что я сама уже занималась, и получается вот столько, вот я сама позанималась по теме, которая абсолютно не относилась к теме нашего урока. И потом пришел Беат, слава богу, что у него уровень французского выше, чем у меня, он учил его в школе, он просто никогда им не пользовался, но вы видели, когда мы даже объекты смотрели, он может разговаривать, хоть как-то, хоть на пальцах, но что-то он может, и чем чаще он общается, тем лучше он разговаривает. И я ему показала вот этот урок, который у нас был с этим учителем, он говорит, не, ну, понятно, что это не дело. Нет, нет, ты так ничего не поймешь. Мы тоже в школе начинали с нуля, с алфавида, с произношения, с правила чтения, потому что, в принципе, это когда ты не знаешь, да, когда ты видишь, что, боже, сколько букв не читается. Когда я сейчас эти правила прочитала, ну, это элементарчно, то есть ты их уже распознаешь, и ты их автоматически уже вычеркиваешь и не произносишь. Да, то есть какие есть открытые слоги, закрытые, в каких случаях что читается. Вот, и, короче говоря, что я себе придумала, какое я приняла решение, что, так как я уже заплатила, да, за месяц вперед, я с ним договорюсь так, что я возьму сейчас паузу на месяц, я основы сначала выучу, так как я это понимаю, да, так как мне это понятно. Я нашла очень много обучающих роликов на ютубе, тоже от французов, но где именно они каждый звук просто рисуют, пишут и поют, да, там какие-то песенки для детей, какие-то эти вот, то есть не просто вот показывают или говорить тебе, да, буква А говорится так, нет, он его пишет, проговаривает, и потом примеры слов, как в таких словах читается, как в других словах читается. И вот так вот я себе сейчас базу набью сама, потому что я очень ответственная. Занималась сама три часа, то есть я перевернула, пока я все законспектирую. Почему я люблю с некоторыми цветами работать, чтобы у меня в голове это укладывалось, да, то есть звуки, которые я не читаю одним цветом, звуки, которые меняются на другие, другим цветом, и таким образом у меня память работает в разных направлениях. Потом уже, наверное, с февраля я буду к нему подключаться, чтобы развивать разговорную практику. Вот так вот я себе придумала. Интересно будет пообщаться с вами в комментариях, как вы учили иностранный язык с нуля, да, то есть понятно, что когда есть базовый английский, да, и после него немецкий учится проще, либо когда итальянский, после него французский учится проще. Но вот, допустим, взять первый иностранный язык, вот, как вы его учили? С алфавита? Либо приехали в среду и просто заговорили через месяц, потому что слышали слова. Так что сегодня у меня такой вот день, который, в принципе, тут можно сказать разочарование в этом учителе, плюс то, что мне все время нужно перескакивать на английский язык, потому что немецкий он знает, но опять-таки он не может писать. Вот, он нас слухово выучил. Я верю, что есть такие люди, полиглоты, которые схватывают на лету. Ему проще общаться на английском, а у меня английский уже отошел на второй план. То есть у меня с английского я перевожу себе на немецкий, а потом я начинаю соображать, что это было сказано по-французски. То есть это винегрет полный в голове. Вот, поэтому, не знаю, посмотрим, как будет дальше проходить. Самое главное – не терять энтузиазм. То есть когда все понимаешь, когда изначально заинтересован, тогда, конечно, все и по-другому дается. А когда расстроен, что что-то где-то не получается, очень быстро теряешь интерес. Я себя знаю, поэтому начинаю переживать. Дорогие мои, буду готовить уже ужин. Спасибо, что были вместе со мной. Спасибо, что смотрите мои сюжеты. Не забывайте поставить лайки, переслать мои видео своим знакомым. Может быть, кому-то тоже будет это интересно. Ну, а мы увидимся с вами уже завтра. В не менее интересном сюжете. Отличного всем дня. Прекрасного настроения. Пока-пока. Смотрите, что предлагает нам наша гемайнда в окрестностях замка. Значит, аптека, драгерей, целлер, цеха и его сотрудник Антон Лёфель проведет курс виртуальный, где расскажет о разных полезных растениях. Флора, замка, валдек. И какие лечебные свойства до 24 января принять участие в такой вот интересном мероприятии. Видите, виртуальное. Он будет рассказывать фотографии и объяснять по каждому растению, как использовать их. Скажите, классная штука. Вот он. Айтгеносиша дипломиртый драгист. Это как аптекарь. Лекарь, аптекарь. Продолжение следует...